Ну вот, получил я письмо из Челябинска от Геннадия с пасеками, и сейчас мы это письмо с вами вскроем. Вот они, пасеки. Тот, который покороче, это для 550-го, тот, который подлиннее, это для 603-го. Ну вот, сейчас осталось только их поставить на место и посмотреть, как всё будет работать. А замена пасека в 603-м Пионере, она не будет такой простой, как в 550-м, потому что здесь двигатель посажен таким образом, что пасек невозможно будет вынуть. Для этого двигателя необходимо открутить, либо хотя бы ослабить немножко. А для этого надо для начала всю вот эту панель открутить, переднюю, и снять лентопротяжки. Поэтому начинаем демонтаж. Ну вот, мы сняли переднюю панель, теперь нам необходимо открутить лентопротяги, снять их вот тут, по три винта с каждой стороны, и здесь тоже вот, раз, два, три, открутить. А потом уже, с той стороны, когда лентопротяги будут откручены, ослабить пару винтиков, чтобы дать мотору возможность вот здесь приподняться. Дать мотору возможность вот здесь приподняться. И чтобы вот тут вот можно было просунуть пасек. Пока что, пока что пасек не выйдет отсюда, потому что он вот здесь вот цепляется за вот эту стойку. Нам надо мотор немножко ослабить. В общем, вот так. Ну вот, мы сняли лентопротяг, вот, теперь необходимо, теперь необходимо, вот, вот здесь, в этом отверстии, раз, два, и вот в этом отверстии ослабить пару винтиков, которые крепят двигатель. Двигатель, двигатель теперь у нас начал немножко люфтовать, и мы сможем вынуть пасек, который у нас здесь есть. Вот он, пасек есть. Давайте-ка сравним этот пасек с тем, что у нас мы будем ставить сейчас. Значит, значит, ну вот, берем пасек. Это вот у нас то, что стояло. Вот, видите, он насколько длинный. Ну и одевать пасек будем в обратном порядке. Вот, сначала сюда его просовываем, на этот, на этот штырь. Потом одеваем его на втулку двигателя. Вот, ну а уж потом натягиваем его на маховик. Вот таким образом, чтобы он обхватывал оба маховика. Вот так вот. Вот так вот. Все. Все готово. Теперь надо двигатель зафиксировать как следует. Вот, этими же двумя винтами. Раз. И два. Вот так. Все. Теперь лентопротяжку можно устанавливать на место. forms. Вот. 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 Продолжение следует...